Теперь потихоньку нужно переходить к некоторым общим вопросам, потому что здесь, на самом деле, пока что мы вот эти задачи просто друг к другу сводим, но там хочется гораздо большего, значит, вот Nb квадрата, давайте я тогда определим, что это такое, то есть определение. Задача B является Nb квадрата, если верно, две вещи, и во-вторых, любая другая задача A не сводится, то есть не просто какая-то одна задача становится другой, а прямо-таки любая сводится вот к этой B. Ну и тут вообще совершенно неочевидно, почему такие есть. На самом деле, значит, вообще вот есть целая теория, называется сложность отчислений, в которой вот таких вот классов P, Nb очень много, разных, как-то по-другому обделяются, там, в общем, несколько сотен известно. И для некоторых из них создана теория полноты аналогичная, а для других получается, что нет полной задачи, потому что эффект по-другому. То есть, в общем, это не совсем очевидно, почему такие, в принципе, есть. Но тут, в принципе, что хоть какая-то полная задача есть, это так довольно несложно, но так занудно получить. Цель и вот про эти задачи рассказать, и вообще про все, которые мы упоминали, кроме составных чисек, потому что это FP лежит. Значит, про все упоминаю, а можно сказать, что они отопланы. Вот, ну тут какой, собственно, инструмент, доказательства полноты? Ну, значит, тут выполнена транзитивность, как для любого, на самом деле, такого сравнения. Если мы вот таким значком назначаем какое-то отношение, то там желательно, чтобы была транзитивность. Ну, и тут это есть. Значит, если A сводится B, а B сводится C, то тогда A сводится C. Ну, очевидно, надо два раза применить функцию. Да, это поскольку композиция полиномов — это полиномы. Да, потому что тут получается, что вот здесь какая-то функция F, а здесь какая-то функция G, поэтому, конечно, G от F от X будет вот этому удовлетворять. А нужно еще, чтобы она была такой вымяренной численно. И это, конечно, T, да, то есть если мы будем многочтение, X заменим на какое-нибудь другое многочтение внутри Y, то получится тоже многочтение от Y. Хотя и большинство. Вот, значит, ну, соответственно, еще вот такое вот есть свойство, которое мы фактически уже проговорили, что если A сводится B, и B лежит в P, тогда A тоже лежит в P. Ну, потому что здесь тоже композиция двух полиномовичных функций, одна, которая сводит, это B, которая здесь решает отличательный вопрос. Соответственно, из этого следует то, что следствие такое, что если B NB полное, C решит NB, и B подъемная по свойству C, то тогда C тоже это B. Ну, потому что, значит, первое условие у нас прям явно прописано, а второе получается из транзитивности, что сначала любая A сводится к B, а потом наше B сводится к C, значит, A сводится к C. То есть любая A сводится к C. Вот, и вот это вот тут, на самом деле, основной инструмент. Сначала какая-то выделенная задача B, при какой-то выделенной задачей B мы докажем, что она NB полная, а потом ее уже будем сводить к разным другим. И автоматически разные другие тоже будут получаться от другого. Хорошо, значит, вот такой вот план. Бла- ק 도ра о нём Поро구요. Аминь-Ми